Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса и в школу эмоционального интеллекта. Сейчас я хочу предложить твоему вниманию разбор кейса. Это первый участник точки роста 2019 года. Это курс, который идет после сезонов. Это разбор индивидуальных кейсов анонимно. Но с разрешения участника я выкладываю этот кейс на канал в YouTube, для того, чтобы вы увидели, как совершают ошибку многие консультанты, пытаясь лечить панические атаки, пытаясь заниматься именно вопросом вегетососудистых проявлений, идя на поводу жалобы про панические атаки. Они как только слышат слово «паническая атака», они начинают использовать стандартную историю под названием рассказ про адреналин, симпата, парасимпата, про общие термины напряжения, про общие термины тревога, про общие термины мировоззрения, совершенно игнорируя, либо не зная мат-часть, то, что такое мозг человека, что такое противоречие внутри самого человека с самим собой и так далее. Проще всего я приглашаю моих коллег, так называемых психологов, консультантов, специалистов по паническим атакам и ВСД посмотреть этот кейс и наглядно увидеть, что такое психодинамика, что такое внутренние противоречия, что такое сверхценные потребности, что такое обстоятельства непреодолимой силы и что такое внутренняя цензура и отсутствие тактики «медиум». К вашему вниманию кейс Александра. И еще раз ему отдельное спасибо. 12 лет панических атак. Не бывает 12 лет панических атак. Сразу вам скажу. Я думаю, что мы этот кейс обязательно возьмем. И, кстати говоря, может быть мы с него первый урок и начнем. Потому что типично. Я объясню логику, как я выбираю жалобы. Я же понимаю, что у меня 7 уроков. И я понимаю, что есть 14 кейсов. То есть это 14 тем. И я понимаю, что эти 14 тем должны откликнуться как минимум 100... Сколько там, Роберт? 122 человеческих... Человечков. Я буду выстраивать так кейсы, чтобы они были каждый уникальны таким образом, чтобы, соединив их, человек ответил на большинство своих вопросов. И вот этот вот Александрский кейс 12 лет панических атак. Не могу справиться, не 39 лет. Он очень типичный. Потому что он хоть и базовый. Да, он хоть и базовый. С точки зрения жалоб на панические, казалось бы, атаки. Но вот здесь очень много интересного. Потому что 12 лет панических атак не бывает. И вот почему не бывает 12 лет панических атак, и что на самом деле стоит за этим, очень бы неплохо было бы показать. Я думаю, что мы с этого как раз-таки начнем. Я думаю, что все прекрасно уже заинтересовались. Я прошу позвонить мне Александра под номером 115 с вопросом 12 лет панических атак не могу справиться, мне 39 лет. Пожалуйста, Александр. 12 лет панические атаки, не могу справиться. Вот я очень хочу разобрать этот кейс, потому что я вам хочу на примере показать, как люди ошибаются. Алло. Да, Алексей. Саша. Алексей, ты меня слышишь? Да, выключай вебинарную трансляцию. Я его вообще закрыл, да. Супер. Меня слышно нормально? Да, хорошо. Супер. Значит, Саш, давай на ты. Да, Алексей. Ага, хорошо. Спасибо. Саш, успел увидеть, что 39 лет. Да. И успел увидеть 12 лет панические атаки. Так и есть. Было, так сказать, ну, постоянно основе. Сейчас меньше, но все равно как бы периодически они выскакивают. Ну, рассказывай тогда с сегодняшнего дня. Что такое периодически они выскакивают? Ну, в каких-то ситуациях я так понял, что это касается почему-то, ну, общения с людьми. То есть, странно. То есть, во время общения с людьми что происходит? Ну, руки холодеют страх сойти с ума. То есть, дезориентация в пространстве. Вот. Иной раз как будто, ну, сердце колотится. То есть, ну, в принципе, такая вот история. Не-не-не-не, эту историю мне нужно подетальнее. Итак, что же происходит во время общения с людьми? А, значит, ну, вот включается какая-то непонятная история совершенно. Нет, Саш, не суетись, расслабься. Мы с тобой как вот просто два человека анонимно разговариваем. Я тебя просто прошу, Сань, расскажи физиологию, что происходит, когда ты с людьми общаешься. Как это ощущается? Ну, в принципе, начинается паника. То есть, ну, это касается больше женщин. Не-не-не-не-не-не, подожди. Это чуть попозже про панику и женщин. Вот ты начал говорить про то, как проявляется во время общения с людьми. Физиологически что происходит? Ну, потеют ладони. Вот, перечисляй. В первую очередь, да. То есть, краснеет лицо, как я думаю. Ну, скорее всего, то есть, так он наливается. Вот. Затем, ну, чувствую учащение сердцебиения. Так. И, ну, вот, как будто, так сказать, как вестибулярный аппарат, да. То есть, такое ощущение, что он как-то дает сбой. То есть, ну, какая-то дезориентация. Не всегда, правда, но вот такая история происходит. Не могу, сколько наблюдаю за этим, не могу точно... Это все ощущения, которые происходят? Ну, то, что самое такое яркое. Следующий вопрос. Что ты в этот момент делаешь? Пытаюсь разговаривать. Обычно, Алексей, это происходит всегда с незнакомыми людьми, либо в конфликте. Ну, хорошо. С незнакомыми, либо в конфликте. Вопрос. Что ты делаешь для того, чтобы эти состояния физиологически прошли? Стараюсь во время разговора переключаться. То есть, переходить там, так сказать, на какие-то внешние объекты, да. То есть, отвлечься непосредственно от объекта, с кем контактирую. А что будет, если ты этого делать не будешь? Алексей, страх присутствует, как будто увидит то, что со мной происходит. И подумает, что у нас с головой не все в порядке. И что будет, если они подумают так? Ты знаешь, Алексей, я аж на 16 сезоне был, да. Подожди, 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 подожди. Отвечай просто на вопрос. Что будет, если они подумают о тебе плохо, например, во время социального общения, как ты говоришь, у тебя там, я не знаю, они увидят твою физиологию. Ну, предположим, мы сейчас фантазируем, да. Вот случилось самое страшное, они увидели твою физиологию, ты там как-то себя повел, так, как ты фантазируешь, да. Что будет дальше? Ну, на самом деле, я чисто логически понимаю, что ничего страшного не будет. Ну, логически, да, но ты испытываешь достаточно высокий уровень тревоги, значит, ты этого не понимаешь. Вот, как, я не знаю, на уровне психически я это, ну, испытываю, да. Но именно на уровне мозга, осознания, я понимаю, что за этим ничего не будет. Вот это какой-то разрыв, какое-то недопущение, наверное, что ли. То есть, может, я в терминах путаюсь, но вот как-то что-то вот такое вот. Хорошо, давай с тобой дальше погружаться. И вот ты стоишь, взаимодействуешь с незнакомым человеком, или когда с человеком у вас есть какие-то спорные моменты, да. У тебя возникает определенное состояние тревоги, потому что ты боишься, что люди увидят твою физиологию и подумают о чем? Ну, о том, что я ненормальный. Что ты ненормальный? Да. А почему тебе надо так показаться нормальным? Ну, хочется быть в рамках, точнее, ну да, в рамках общества, то есть, ну, как бы, вроде все вменяемые, да, то есть, я такой, как бы, не совсем вменяемый, поэтому... В рамках общества, вменяемый. Где ты это набрался? Ну, это со мной случилось, вот, как я и написал, да, там, 12 лет назад. Я не читал, что там с тобой... А, ну, сейчас, подожди, сейчас мы к этому перейдем, не спеши. Итак, я правильно тебя услышал? Ты во время взаимодействия с людьми, незнакомыми, или, там, в каком-то... Кстати, ты можешь понять, сейчас понимаешь, почему именно с незнакомыми при конфликте, а со знакомыми такого не бывает? Сможешь сам мне это объяснить или нет? Вот, наверное, да, сейчас догадываюсь о том, что знакомые меня знают, и, ну, как бы, что все в порядке, да, незнакомые не знают. Ну, можешь это развернуть более чётко? Чтоб я понял, что ты понял. Действительно, ты правильно начал, что с незнакомыми людьми и знакомыми есть разница в интерпретации каких-то последствий. Ты начал хорошо. Давай, продолжай. Что если я покажусь каким-то странненьким... Подсказываю, давай. Если я покажусь новым людям каким-то странненьким, то, соответственно, они не будут со мной контактировать. Вот. А друзьям? А друзьям? Друзья знают, что я, как бы, нормальный, да, поэтому проблем нет. Вот сейчас ты понял, к чему я клоню? Я чувствую, но я не могу сформулировать это в голове до конца. Давай я повторю, смотри. Перед незнакомыми я стараюсь показаться не странненьким, чтобы они не подумали, что я странный, и что не случилось, не будут со мной общаться. Да, 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 да. То есть, я боюсь, что они не будут со мной общаться, поэтому я боюсь показаться странненьким. Точно. Вот. А перед друзьями я не боюсь показаться странненьким. Вот сейчас, Саша, внимание, прям, очень. Перед близкими я не боюсь показаться странненьким, потому что даже если я покажусь странненьким, я знаю... Что я нормальный. Что они не прекратят со мной общаться. Ну да. Слово прекратят общаться и не прекратят, подчеркни себе, если ты что-то пишешь. Или потом будешь переслушивать, когда копию, да? Ага. То есть... Да, вот, наверное, видимо, действительно здесь заключается... Да. Молодец. Вот видишь... Только вот выйти с этим... Там никуда выходить не надо. Это не тамбур. Смотри. Значит, мы с тобой делаем гипотезу, что ты испытываешь тревогу, потому что у тебя есть очень сильное желание не показаться странненьким перед неизвестными людьми, чтобы они не перестали с тобой общаться. Да. И тревоги не испытываешь перед близкими, потому что ты не боишься показаться странненьким, потому что понимаешь, что даже если я покажусь странненьким, они общаться не прекратят. Из этой гипотезы можно сделать вывод, что ты боишься, что люди прекратят с тобой общаться. Да. Вопрос. А что ты видишь угрожающего в том, что они прекратят с тобой общаться? Ты знаешь, Алексей, у меня просто такая ситуация. У меня раньше было очень много вокруг меня людей, а сейчас я, по сути говоря, остался один. То есть я остался один именно по каким-то вот этим причинам. То есть я перестал уметь коммуницировать. Хотя работа... Но это сейчас причина или следствие? Это следствие. Ну, а я про причину. Еще раз повторю вопрос. Почему ты так боишься, что они прекратят с тобой общаться? Потому что у меня есть дефицит общины. Как это выглядит? Ну, я действительно, получается, у меня сейчас не осталось ни друзей, никого, ни людей вокруг. А вот теперь расскажи мне, друг мой, что случилось 12 лет назад? Ну, в общем, 13 лет назад мне поставили диагноз бесплодия, и российская наука, так сказать, развила руками. И с этого момента, через год, со мной случилась первая паническая атака, и, собственно, с этого момента я, как бы, завершил себя, по сути. Сам? Ну, как бы, неумышленно, но, по сути, да, моя жизнь тогда как-то сильно закончилась. А что? То, что там чьи-то сперматозоиды, какие-то не суперактивные, в частности, твои, это что, это тебя характеризует как-то? Ты знаешь, Алексей, вот как правильно объяснить? Мне почему-то всегда очень хотелось... Мне надо объяснять правильно. Объясни, как ты чувствуешь. У меня была прекрасная семья, да, у меня была жена, то есть, все, как бы, и, ну, у меня было желание отвести детей. То есть, это мое желание, да, то есть, оно было очень сильно. Почему? Стоп, 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 тормози. У тебя была жена. Да. Я просто буду тебя прерывать, чтобы показать тебе, когда ты будешь пересматривать копию, и всем участникам, как я веду диалог, чтобы выстраивать логическую причинно-следственную связь без всяких инсинуаций на тему божественных энергетических начал, окей? Итак, у тебя, да, у тебя была жена, и вы планировали семью. Да. Вопрос, почему для тебя семья и дети были такие нужные и важные? Потому что, я думаю, что теперь я как бы начал как раз заниматься вообще, да, своей головой, ну, так скажем, собой полгода назад, да, я начал понимать, что у меня это идет из детства. у меня мама, так сказать, была, ну, мягко скажем, мужчина с яйцами, да, то есть, ну, как бы я с 11 лет, по сути, с ней нормально не общаюсь, потому что с ней общаться невозможно. А можешь чуть-чуть развернуть мужчина с яйцами, не общаюсь, немножечко поразвернутый? Ну, она меня всегда долбила, причем в истеричной форме, то есть, по ночам я там не делал уроки, то есть, она меня постоянно, там, так сказать, за учебу просто с первого класса, так сказать, на чем свет стоит Михаила там, и один раз разделочной доской запустила, я дверь успел закрыть, там, чуть дверь не проломила. Она психолог-педагог, что ли? Она, нет, она бухгалтер. А больше так психологи поступают в будущее. Так. Вот, ну и, собственно, все мое детство строилось на том, чтобы я просто, ну, я дома практически не появлялся, то есть, когда, ну, так сказать, с 11 лет в арте совсем. А про Ассадь что у вас? А батя у меня умер, мне было 19, но он был, ну, самый близкий мой человек, так, спокойный, то есть, ну, как бы, он меня защищал, когда мать уже совсем там не проходила, так сказать, ну, до, ну, до рукоприкаса, так скажем. Сейчас попробуй ответить на вопрос, не задумываясь. Так почему же для тебя так важен был ребенок? Ну, я, наверное, хотел в него воплотить то, чего не хватало мне. Я вот так думаю. А чего тебе не хватало? Родителей. То есть, хотя они у меня были, и мать, и отец, и самая странная, да, и не было алкоголиков, бать мне не пил, то есть, мать как бы тоже, но... Если развернуть, я хотел воплотить в своем ребенке что? Тебя. Конкретнее? Ну, то, что не дали мне, и почему-то, мне кажется, у меня это есть. А что не дали, назови это, и что в тебе есть? Ну, мне не дали, по сути, чувство, наверное, какой-то... Ну, вообще, в принципе, как бы я при наличии родителей был всегда один, да? Вот. То есть, и как, ну, как правильно объяснить-то? Ну, я не знаю, там, чувство безопасности, в принципе, оно мне как бы не требуется, да, мне 39, но я даже сейчас, например, вижу, как родители общаются со своими детьми, да? Подожди, 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 не размывайся. Итак, я хочу дать своему ребенку того, чего не хватило мне, а именно чувство, чтобы он понимал, что он мне нужен, и чувство защищённости, как бы, ну, сложно сформулировать, в общем, та какая-то модель, которая есть у тебя в голове, да, то есть, эта модель заключается именно в том, что... То есть, ты хочешь с помощью ребенка дать ему то, чего тебе не хватило, реверсивно дав это себе. Да, скорее всего, что-то вот здесь, да, то есть, как бы, компенсация. Да, и ты увидел этот способ только с помощью ребенка. А это неосознанно бывает. Стоп, подожди, я понимаю. Ты увидел этот способ с помощью ребенка. Ну, по всей видимости, да. И, видимо, он, по всей видимости, в гипотезе для тебя был значим. Очень значим. Вот я хочу обратить, Саш, твое внимание, что не каждый мужчина, которому поставят там под вопросом диагноз бесплодие, начнет испытывать невротическое расстройство. Кто-то скажет, ну и похер. Кто-то придумает что-то по-другому, кто-то скажет, ну ничего страшного. Кто-то разочаруется, но не сильно. Согласен, Алексей. Вот теперь смотри, выстраиваем цепочку. Это называется патогенез. С научной точки зрения. Значит, смотри, у тебя есть, ты был на шнадцатом сезоне? Да. Помнишь, я рассказывал две схемы? На последнем уроке был? На десятом нет, я его, к сожалению, не смог на единственном уроке писать. Ну вот посмотришь потом, поймешь, я рассказывал две схемы. Кто был на шнадцатом и здесь ребят, они это поняли сейчас уже, что у тебя есть сверхценная история из детства, связанная с твоим детством непосредственно. Это того, чего тебе так сильно не хватило, да? Это потребности. Потребность в значимости любви, полноте семьи. Не буду перечислять, ты понял. Именно эта потребность и является причиной твоего сверх такого острого отношения к семье и к ребёнку. Для тебя это не просто ребёнок, а это нагруженное глубоким смыслом ребёнок. Это не просто ребёнок. Ну, ребёнок, там, модель социальная. Это ребёнок, нагруженный глубоким невротическим эмоционально-чувственным смыслом. Понял? Да. И, а дальше по этой схеме возникает декомпенсационное поведение. Чтобы мне это получить, мне нужно получить ребёнка. Да, что, да. И вот здесь как раз-таки Карвасарский и Месищук поаплодировали стоя твоему кейсу. Потому что именно отсутствие ребёнка по обстоятельствам, как я рассказывал ребятам на шнадцатом сезоне, непреодолимой силы, а непреодолимая сила это то, что... Ну, то, что я не могу это иметь. Нет. То, что ты не можешь изменить. Да, да. Всё верно. Обстоятельства непреодолимой силы действуют на способ, способ получить, то есть забеременеть, да, там. И у тебя возникает стыковка та самая пресловутая внутреннего конфликта, который так многие хаяют в Ютьюбе, просто не понимая о том, о чём они говорят. Это и есть типичная динамическая история напряжения. Сверхценная потребность взятая из детства, нагруженный элемент важность ребёнка, попытка его получить, закрыть сверхценную потребность, третья сила не даёт эту историю решить, возникает жёсткое внутреннее противоречие и напряжение. Возникает вопрос. Это было 13 лет назад. Всё бы как бы ничего, но здесь кое-что очень интересное. Почему 13 лет а, стоп, я кое-что упустил. Что ты о себе подумал, когда случилась вот эта история с диагнозом? Да, я подумал, что я неполноценен, я, собственно, потом и развёлся, то есть, начались у меня проблемы везде. Стоп, стоп. Смотри, какой интересный кейс. Первое. Вот слушай меня внимательно. Потом, Саша, пищай, мне, что ты его переслушаешь ещё раз по трезваку. Алексей, обязательно, потому что это в моих интересах. Хорошо. Смотри, два очень важных сейчас будет элемента. Первое. Создание проблемы. Для меня очень важный был ребёнок. И как только мне сказали, что у меня органически это невозможно, возникает напряжение. Это первое психодинамическое столкновение, которое вызывает ту самую первую, скорее всего, панику и вообще в целом напряжение, которое создавалось, видимо, те же не в этот же день, когда тебе сказали паникать случилось. Через год. Вот. То есть, в какой-то момент это всё зрело-зрело-зрело-зрело-зрело и привет. Но ладно бы, если бы ты просто поэтому... То есть, смотри, какие варианты алгоритма могли быть. Мог быть ты со своими потребностями ребёнок не получился. Давай я так упрощу. Ладно? А ты по этому поводу психанул. Сказал, что, блин, ну как же так моя потребность, грубо говоря, не удовлетворяется. Просто бы от этого напрягся, испытал бы панику, подумал, что это сердечко, начал бы бегать по врачам, по врачам, по врачам, потом ты бы нашёл меня, мы бы с тобой разобрали, что ты не умираешь, что от паники ты не умрёшь, бла-бла-бла, потом бы я очень быстро за 20 минут вывел бы тебя на историю, что ты слишком эмоционально отнёсся к тому, что у тебя не может быть детей. Вот это понятно? Да, это понятно. Но подожди, дело не в этом. Если бы это было так, как я сейчас описал, это было бы очень классической психодинамической невротической схемой. И вот эти товарищи из Ютьюба, которые рассказывают, что внутренних конфликтов не бывает, это вообще не надо искать, это не оно, это вот как раз оно и есть. Все неврозы психодинамические. Просто они не понимают, о чём они говорят. Вот тебе классика психодинамики, вот тебе напряжение, вот тебе испуг. Но у тебя есть ещё один очень важный момент. Ты отнёсся к факту отсутствия детей как неполноценности. То есть, да, ты не просто расстроился и напрягся из-за противоречия реальности и желаемого, а ты ещё умудрился это себе продать как доказательство собственной неполноценности. Слушай внимательно. Как только ты доказал себе эту неполноценность и продал, ты как раз таки в этот момент скорее всего и стал испытывать социальное напряжение. Может быть, ты сначала не успел на это даже обратить внимание. общаясь с людьми, ты стал ощущать себя, ты стал стараться, чтобы они от тебя не отвернулись. Ты стал стараться автоматически понравиться. Ты стал стараться автоматически загладить вот эту якобы неполноценность, которая якобы торчит. Как будто у тебя, знаешь, результат анализов торчат из всех щелей. а с близкими нет, потому что, знаешь, близкие знают и не бросят. То есть, ты продал себе веру не в полноценность. Раз, это вторая точка. И записывали, запоминали. И третья точка стал доказывать людям свою нормальность, скажем так. То есть, вот поэтому твой кейс состоит из трёх огромных ошибок. Вот почему ты не можешь справиться. У тебя заявка не панические атаки. Вот что за эта история всей стоит. Первая сверхценная потребность и первая ошибка это слишком эмоциональное отношение к желаемому действительному. Потому что желаемое нагруженное детством. Понял? Зафиксировали. Вторая ошибка. Это слишком жёсткая продажа себе неполноценности за то, что у меня нет детей. И это вторая ошибка, что ты сам себе это вменил, что ты неполноценный. Ты не сказал, что да, жаль, но это бывает и нормально. Так условно, да? И это вторая ошибка. Услышал? Да-да-да. Зафиксировали. И третья ошибка, что ты стал стараться перед людьми закрыть свою якобы неполноценность, пытаясь перед ними как-то угодить. Тем самым стал испытывать напряжение и тебе стали приходить в голову мысли, что сейчас они увидят мою неполноценность и отвернутся от меня. Потому что когда ты продавал себе неполноценность, ты сам от всех отвернулся. честно, да. Вот. Это ж насколько надо было себя-то обвинить в этом. Вот поэтому ты и боишься потерять последних людей вокруг себя. Ты за них трясёшься, потому что ты говоришь здравствуйте, я говно, я неполноценный, пожалуйста, не отвернитесь от меня последние. Здравствуйте, мы с вами знакомы, поэтому я не буду перед вами особо сильно напрягаться, потому что я знаю, братан, что ты не отвернёшься, а вот с вами, знаете ли, мы не знакомы, поэтому как бы вам понравится, чтобы вы не отвернулись от меня. Саша, у меня к тебе вопрос. Какого хрена ты рассказал себе, что ты какое-то говно, если у тебя там нарушенный сперматогенез? можешь объяснить вообще хотя бы дольку логики здесь? Честно, я это не могу сказать, что я прям вот так себе это сказал, это как-то неосознанно постепенно происходило. Хорошо, на основании каких догм и верований ты рассказал себе, что это доказывает, что ты неполноценный? Ну, потому что у всех есть, а у меня нет. И то, что как раз то, чего я хочу собственно больше всего, у меня есть все как бы, ну, я ни в чем не нуждаюсь, красавчик, теперь послушай мне, мы с тобой резко сейчас меняемся местами. Если бы ты был терапевтом, а я бы был твоим клиентом, ты бы что бы мне сказал с точки зрения, что надо сделать, чтобы выздороветь? Зная эти три ошибки. Ну, сейчас надо же ну, то, что ты нормальный, это не говорит о том, что ты какой-то не такой. Ну, это как минимум, да, то есть ничего не меняется, ты как бы человеком так и остаешься. Это первое, да, то есть, ну... Не, подожди, я с тобой как с точки зрения аналитика говорю, какая твоя стратегическая задача, чтобы ты лоббировал в клиенте? Ну, то, что как-то это сделать, что он нормальный, обычный, полноценный человек. То есть, собственно, наверное, в этом какой-то... Ты хочешь сказать, что ты бы всяческим образом пытался бы помочь ему пересмотреть... Своё отношение к себе. Конкретно. К чему? То, что ну, ты как мой клиент, то есть, ты при этом всё равно являешься совершенно обычно нормальным человеком. Так, зафиксировали. То есть, первая стратегия это лоббировать, пытаться историю всяческими способами, чтобы он поменял своё отношение к теоретическому факту нарушенного сперматогенеза. Да. Второе. Что бы ты сделал? Там ещё есть одна ошибка поведенческая. Вот как-то ну, сверхценность какую-то людям, что ли, приклеивают? То есть, может... сверхценность это уже последствия. Сначала ты стараешься перед всеми, потому что ты хочешь... Да, чтобы я, ну, чтобы я был нужный, что ли. Ну, на самом деле, я тут чуть замудрил. Я могу тебе упростить ситуацию. Если бы ты разрушил ту первую гипотезу, о которой ты сам сказал, у тебя бы второе подтянулось бы само. Понял логику? Это про первую гипотезу, что ну, как бы... Смотри, я тебе объясню. Смотри. У тебя всё твоё социальное поведение перед людьми, о которых ты жаловуешься, оно стоит на одном всего лишь штыре. Я верую, что я неполноценный. Да. И на этом штыре крутится потом поведение. Перед незнакомыми людьми я стыжусь, я напрягаюсь, потому что надо, чтобы они не отвернулись. Всё это крутится на одном штыре. То есть, если бы ты вот если бы мы с тобой могли такой физиологический эксперимент провести, если бы тебя погрузили в какой-нибудь медикаментозный сон, я бы тебе заменил бы в голове чип, вытащил бы чип, в котором написано я неполноценный, если у меня нет детей, и я бы на его место вставил бы чип, да, действительно, у меня нет детей, но это не говорит о том, что я плохой человек и неполноценный, и я всяческим образом постараюсь сделать так, как мне хочется с точки зрения детей, просто другим способом, и это окей, ты бы проснулся, и через буквально бы там несколько часов ты бы пошёл бы общаться с людьми, и ты бы испытал совершенно другие чувства, потому что ты бы не стал перед незнакомыми стараться показаться хорошим, потому что у тебя базового нету момента под названием я неполноценный, а значит мне не нужно стараться перед окружающим. Да, Алексей, я это тоже понимаю, я же помню себя, грубо говоря, до этого, и после этого, две разные совершенно... Следующий вопрос у меня к тебе, что тебе мешает, ты же был на сезоне, да? Да. И мы здесь ошибки исправляем. Вот ты механику понял? Я думаю, что я всё понял, я всё пишу. Подожди, 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 мы не прощаемся, у меня у тебя вопрос. Ты механику понял, как это создалось, причинно-следственную связь, и как это функционирует? Это понятно, конечно. Вот саму шестерёнку из этих трёх ошибок. Сам механизм я понял, как он работает. И сам стержень услышал? Да. Услышал. Вот это сколько у тебя в скайпе там время стоит? Сейчас посмотрим. Минут сорок? 29 минут, 42 секунды. Вот, 30 минут, чтобы увидеть эту механику. 12 лет ПА, да? Подожди, теперь следующий момент по поводу этой механики. Что тебе мешает с точки зрения зрения критического мышления и внутренних процессов поменять собственное отношение к концепции, что у тебя нет детей? Мешать-то на самом деле ничего не мешает. Я просто, наверное, привык так думать. Мне мешает, ну, по сути, изменить привычку. А доказывает ли это, да? Что я плохой? А что мешает тебе не изменить привычку, а что мешает тебе подумать по-другому? Алексей, на самом деле ничего, поэтому я и на 15-16 сезоне, потому что мне, в принципе, ничего не мешает. Если ты на 15-16 сезоне, то это говорит о том, что тебе явно что-то мешает. Но давай я тебе подскажу, ты веришь в то, что ты себе рассказываешь. Так я хочу, чтобы ты мне ответил. Что тебе мешает самому задать себе вопрос, с чего я решил, что если у меня нет детей, то это доказывает, что я неполноценный. Потому что у меня все равно эта картина, понимаешь, я понимаю все логически, но это все равно картина, которая так должно быть и так мне хочется. Стоп, вот так должно быть и так, как мне хочется. У меня к тебе вопрос, у тебя диагноз стопроцентный? Я два раза, так сказать, проходил полно все, что у нас есть в нашей стране, то есть первый раз и второй раз мне вообще причин на это никаких нет. Это первое, но российская не психиатра. То есть никакого диагноза нет. Окей, как здесь можно к этому отнестись? Знаешь, можно поверить потусторонние силы, хоть это, конечно, глупо с моей стороны звучит, но когда нет ответа, понимаешь, если бы мне просто сказали, да, вот потому-то нет, все, капец, все понятно, но во мне еще есть какая-то надежда, да, то есть она как-то закрыта. Хорошо, у меня к тебе такой вопрос, а приемный ребенок или ребенок другой женщины или другой женщины тебе не устраивает? Тут-то оно было уже потом после развода и такой опыт, то есть я понимаю, что все во мне. Нет, подожди, ну, ответь мне на вопрос, то есть он тебя не удовлетворяет? Ну, да. Почему? Ну, потому что какая-то все равно присутствует что-то, ну, то что-то не мое, да, то есть какое-то здесь какое-то разделение, то есть не могу это почувствовать настолько, насколько я... То есть фактически ты мне сейчас говоришь следующее, я подписал самим собой договор на страдания до конца жизни. Ты знаешь, Алексей, вот я понял это, что я совсем как бы уже до ручки дошел, да, то есть... Нет, ты не до ручки не дошел, ты сам себе подписал такой договор и ты его подписываешь каждый день. Тебе каждый день жизнь протягивает в кавычках договор. Миш, будешь подписывать? Ты говоришь, да. Она говорит, ну, хорошо, считай себя неполноценным. Следующий день наступает утро, жизнь такая, будешь подписывать? Ты говоришь, да, неполноценный, напрягся. И это происходит в течение 13 лет. Это будет происходить ещё в течение 13 лет, если ты сам не начнёшь задавать себе вопросы, доколе я буду сам себе говорить, что я плохой, если... И как я могу сделать концепцию волков и овец? Да, думал я об этом. Концепция волков и овец мне, в принципе, она как-то, ближе стала, да, то есть, наверное, действительно, что здесь надо... Понимаешь, Саш, нам надо закругляться, я тебе так скажу. У тебя проблема не в том, что есть гипотетическая проблема сперматогенеза. и даже проблема не в том, что нельзя взять ребёнка из детского дома, который будет благодарен всю свою жизнь за то, что ты ему дал. И с точки зрения технологии, то есть, если говорить, ты говоришь, у меня было такое детство, и у меня есть желание дать ребёнку то, чего мне не дали, да? То есть, если тебя слышать, то ты можешь дать ребёнку и ни одному то, чего тебе не дали, забота, поддержка, любовь, т.д.т.м., при этом хромосомный гинокод у вас может быть разный. То есть, если говорить по факту, по факту ты свою даже психологическую потребность реализовать можешь на 100%, но ты сам не даю себе помню. Помнишь, вот если это 10 занятие, ребята, помните, что я говорил про медиум, вспоминайте, 10 урок, вот это хороший пример, ты своими убеждениями, что должно быть хромосомное именно мое, сперматозоид, вот ты этим, посмотри обязательно завтра или сегодня 10 урок, ты охереешь на самом деле, ты сам увидишь собственную проблему, у тебя проблема не в сперматозоидах, у тебя проблема не в... у тебя проблема в том, что у тебя есть даже выход, как это волков и овец помирить, но ты сам берешь своим убеждением, вставляешь клин к решению вопросов, и никто кроме тебя это не решит. Я понял. То есть, в принципе, решение есть, все у тебя разобрано и готово, посмотри сейчас там 10 урок и ты увидишь, когда я там разбираю все очень детально, если хочешь на 17 он тоже будет разобран, но я не уверен, что тебе он нужен, ну как бы смотри сам, да, потому что вот способность подвергать сомнению способы решения, это и есть наша проблема. у тебя вот решить, да, есть детская отягощенность потребностью, да, потребность не реализовалась по причине непредалимой силы, верно, невроз, невроз, да, продал себе неправильное отношение к этой ситуации, поверил, что ты какой-то не такой, окей, усилил невроз, согласен, да, испугался вегетатики, подумал, что это там докажет, что я там социально плохой, все увидят, да, это полирнул неврозик этой истории, но проблема-то заключается в том, что решение-то есть, и вот эта способность уйти от верования в неполноценность было бы решено, когда ты бы реализовал свою сверхценную потребность, если она такая сильная, и ты бы сказал, да, действительно, я не могу иметь там детей, но я воспитал двух охеренных людей, в которых вложил все, что я хотел, и даже больше, и они мне будут всю жизнь благодарны, и похер, какой там хромосомный кот, и вот тогда ты бы сказал, что я, сука, полноценный, потому что я реализую то, что я хочу, но ты сам берешь и вставляешь, блядь, гвоздь между этими возможностями. Ну да, потому что у меня есть недопущение, что меня теперь нельзя любить, и это касается именно женщин, понимаешь, почему я испытываю панические атаки, больше при знакомстве, грубо говоря, что тебя нельзя любить, и ты себе продал еще, что если у тебя сперматозоид какой-то недостаточно с хвостиком и жгутиком, то ты сказал, что теперь женщина тебя не любит? То есть у тебя женщина такая, здравствуйте, у вас сперматозоиды насколько там жгутообразные, как ты себе это продал-то? Не знаю, Леша, очень долго этот весь процесс длился. То есть, я правильно тебя понял, я не вступаю в половую связь и не развлекаюсь с девчонками, потому что у меня в спермограмме есть нарушение? Нет, как раз с этим все в порядке, я просто к тому, что отношений быть не может никаких, я вот себе... А как это связано? Ну, я считал, что если есть женщина, то ей нужен ребенок. А, то есть ты себя наказал? Ну, просто я не вижу, наверное, по-другому, ну, не знаю, что может быть по-другому. Не, подожди, а, ты не знаешь, что может быть по-другому. А, ты говоришь себе, что если я буду выстраивать отношения с женщиной, то все девушки хотят ребенка, и я не могу ей это дать, поэтому я изначально отношения не начну. и тут тоже у тебя решения якобы нет. А вот тут я действительно не знаю, что это решение. А, наверное, знаю. О, их там не одно. и вот с этим я тебя оставлю, потому что ты должен дальше... Спасибо тоже. А? Спасибо тебе огромное. Ты сейчас что-то понял? Да. Что это все, на самом деле, действительно все решаемо, тем более при сейчасных, собственно, современных технологиях. Я думаю, что вообще не правильно. Ну, наконец. Да. И что ты 13 лет себе голову делал? Потому что я, когда обратился со всей этой историей к врачам нашим, да, мне сказали, что вообще непонятно, что с тобой. И в одну больничку закинули вторую, в общем, в итоге я везде повалялся, так сказать, никто ничего плохо не сказал, что не пройдет рождение, не панические атаки, попейте в верянке, типа, вообще херня не занимается. Ну, посмотри десятый урок и принимай разные решения и разные истории. И все. Спасибо тебе огромное. Нет, за что тебе спасибо. Вопрос традиционный. Мы этот кейс на Ютьюбе можем сделать? Алексей, если кому-то это поможет, то одно значит, что да. Я думаю, что поможет и не одному человеку. Спасибо тебе огромное. Я буду еще. Да, успехов тебе. Спасибо, Леша. Счастливо. счастливо. Ну что же. Очень неплохое, бодрое начало моей стандартной работы, которой я занимаюсь уже много-много лет. Роберт, клиент дал разрешение на публикацию, давай ее подготовим. Да, потому что действительно неплохо получилось на этом кейсе показать структуру, что такое... Все замолчали, да? Ребят, давайте я тогда поясню. Роберт, только запиши мое пояснение для зрителей на Ютьюбе, окей? А Роберт, и сделай это, пожалуйста, к завтрашнему дню, чтобы мы как можно быстрее выложили это на канал, хорошо? Значит, ребят, смотрите, в чем фишка кейса. Смотрите, значит, поясняю, кто был особенно на шнадцатом сезоне, кто был на шнадцатом сезоне и кто понял схему, увидели, что вот видно, что это одна из схем. Смогли это отследить? Мы сейчас не перебираем варианты. Вот кто онлайн, смогли увидеть схему детства, формирование сверхценной потребности? Увидели? Ребят, я вот реально стараюсь, чтобы вы, блядь, поняли, что такое невроза. Вас в институте даже этому не научат. Вы там что же делаете? Поняли? Детство формирования сверхценной потребности. Видите, как в жизнь фортануло в кавычках, что эта сверхценная потребность не реализовалась? Видели? И это побег по Мясищеву и по Карвасарскому называется психотравмой в кавычках. Столкновение психодинамическое, сверхценных потребностей, нагруженных из детства и обстоятельствами преодолимой силы. Это и есть интерпсихический внутренний конфликт. То, что собственно говоря, мы все и декларируем в медицинской модели. Дальше. Могло все закончиться и здесь. Но он умудрился, Саша, обвинить себя в том и поверить в то, что отсутствие физиологических каких-то вопросов сперматограммы, сперматогенеза его характеризует. И он убедил себя в том, что он неполноценный. И именно этот стыд, который он сам себе продал, формирует в нем поведение в социуме избегающее, изолирующее. Я плохой, не знакомься, я плохой, отношений не может со мной быть. Нет, со мной я не достоин отношений, я не достоин отношений, не достоин твоей любви, я не полноценный. Я вот... И он начинает напрягаться социально. Он начинает по этому поводу очень сильно напрягаться, старается, и так, естественно, социально ему херово живется. Поэтому терапевтический процесс, в принципе, я объяснил, что если он сможет разрушить собственное суждение о том, что он какой-то неполноценный, и сможет найти принцип медиум волки и овцы, он вообще забудет про эту проблему на всю жизнь. И я по его голосу услышал, что он понимает, что на самом-то деле золотая середина между его сверхценной потребностью и возможностями, которые есть в современном мире, они есть. Все это услышали, когда он это вот в конце об этом сказал, что есть реальность, реальная возможность волков и овец. Именно это и называется эмоциональным интеллектом с точки зрения интеллектуального поиска обхода вот этих стратегий, чтобы было все решено. Поняли? Это не образ и цензура, Антон. Тут про цензуру, ну, может быть, да, я с тобой соглашусь, что сначала была одна модель, а потом вторая наслоилась там на первую, но я сейчас не хочу. Это все в сезоне было. Кто не был на сезоне, вылком на 17-й. Понравился кейс? Он, кстати, самый элементарный. Если вот кому было сейчас тяжело наблюдать, кому откликнулся, кто понял, понятен кейс, понятна механика, понятна консультирование, товарищи психологи. Угу. Ну, прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok